Сегодня на учете в Видновском отделении общества инвалидов стоит более 400 человек, каждый десятый маломобильный. Взрослая поликлиника хоть открыта, лифты в ней пока не реконструированы, а значит доступ к врачам у инвалидов ограничен. Поэтому на базе детской поликлиники решили открыть отделение, которое смогут посещать маломобильные группы граждан. Здесь у нас есть и лучевая диагностика, здесь можно расположить и специалистов. Есть хорошие доступные подъездные пути к самой поликлинике. Все это расположено, как вы видите, на первом этаже в том отсеке, где принимали до этого терапевты. И теперь здесь будет располагаться кабинет для маломобильных этих пациентов. Действительно в детской поликлинике все устроено так, чтобы маломобильные граждане нигде не встречали препятствий. Новое отделение будет работать по средам. Сегодня его открыли впервые, а с октября и расписание врачей будет оптимизировано так, чтобы любой пациент мог посетить максимальное количество специалистов. Тай Гайдарович, это главный врач нашей Видновской клинической больницы, откликнулся на просьбу родителей, взрослых детей-колясочников сделать медицинскую помощь доступной. И предложили очень оперативное. Вот здесь открыли такое отделение для маломобильных людей. И они это сделали доступным, быстро, в короткие сроки. И как обещают, что это будет регулярно проводиться, такие приемы, они просто необходимы людям с ограниченными возможностями здоровья. Отделение появилось благодаря активному взаимодействию руководства ВРКБ и местного общества инвалидов. Записаться на прием можно без труда, в том числе и через портал Госуслуг. Но скоро будет сделан еще один шаг в сторону того, чтобы максимально упростить для маломобильных граждан получение медицинских услуг. Уже сейчас на нашей больнице есть доктора-терапевты, которые были отправлены на учебу, специальную учебу по палеоативной медицинской помощи. И я думаю, как только они завершат и получат наши сертификаты, уже будем организовывать именно выездную патронажную группу, которая будет и оказывать медицинскую помощь маломобильным на дому. Планируется, что новые лифты во взрослой Видновской поликлинике будут установлены до Нового года. Тогда временное отделение будет закрыто, а маломобильные граждане смогут получать медицинские услуги в обновленном поликлиническом учреждении на Заводской. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ.